Скажите, пожалуйста, каково ваше личное отношение к эпохе Ивана Грозного и лично к царю, к человеку Иоанну Васильевичу Грозному? На мой взгляд, эпоха Ивана Грозного – это момент наивысшего развития русского государства. Я не беру в расчет имперскую эпоху, но именно русское государство, Петровское, Руси – это при Иване Грозном. Наивысший его момент. А к Ивану Грозному, конечно, у меня положительное отношение, потому что Иван Грозный – один из величайших политических деятелей русских. Он фактически создал наше современное российское государство именно в том виде, в каком оно сейчас существует. То есть многонациональное, многоконфессиональное. Вообще надо отметить, что время правления Ивана Грозного на Западе, в частности во Франции, уже называли империей. То есть русское государство называли империей. У нас этого признавать не хотят. Жил такой в России француз Жак Маржерет. Он когда вернулся, он жил в конце XVI, начале XVII века. Он когда вернулся во Францию, он написал мемуары, которые так и назывались. «О состоянии Российской империи и великого княжества московского». И вот это название на русский язык всегда переводит о состоянии российского государства или российской державы, кто когда, и великого княжества московского. То есть империи, вот эту вот эпоху Ивана Грозного признавать никак не хотят, хотя она в чистом виде империя. Несколько государств объединено, несколько этносов, несколько религий. Это империя была. Продолжение следует...